Многоплановое сотрудничество России и Турции, в основе которой лежат принципы добрососедства, партнёрства и взаимные выгоды, успешно развиваются по всем направлениям. Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки. При обсуждении двухсторонних экономических связей с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота. По итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных 62, но по некоторым данным статистики ещё больше миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос ещё на 4%. Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют – рубля и лиры в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран. Подлинно стратегический характер носит российско-турецкое сотрудничество в энергетике. «Росатом» продолжает возводить первую в Турции АЭС АКУЮ. Она будет состоять из четырёх энергоблоков российского дизайна общей мощностью 4800 мегаватт. Порядка 25 тысяч наших и турецких специалистов-атомщиков, инженеров, рабочих трудятся днём и ночью, чтобы пуск первого энергоблока станции состоялся уже в следующем 2024 году. В апреле этого года на АКУЮ было завезено российское атомное топливо, и АЭС получила официальный статус ядерного объекта. Это присваивается МАГАТЭ, такой статус. Таким образом, Турция вступила в клуб государств, обладающих технологиями мирного атома. Наши страны также тесно взаимодействуют в газовой сфере. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» – 21,5 миллиард кубических метров газа. А за январь-август текущего года свыше 10 миллиардов кубометров. Подчеркну, Россия всегда была и будет надёжным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешёвым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнёры заинтересованы. Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. «Газпром» передал компании «Баташ» проект «Дорожные карты» по реализации данного проекта. На повестке дня учреждения совместной рабочей группы, согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретённого газа. Хорошими темпами наращивается российско-турецкая кооперация в области сельского хозяйства. В минувшем году взаимные поставки продовольствия увеличились до 7,4 миллиарда долларов. В нынешнем году рост также продолжился. В январе-июле на 19%. Разумеется, затронули тематику и развитие туризма. В прошлом году Турцию посетили более 5 миллионов туристов из России, а за первую половину текущего года ещё 2,2 миллиона россиян. Рассчитываем, что такая динамика сохранится и в дальнейшем. Наши профильные ведомства продолжат работу с властями Турции, направленную на то, чтобы пребывание в этой стране российских граждан было безопасным и комфортным. Турецкие друзья делают для этого всё, что в их силах. Напомню о том, что Россия всегда дружески и по-партнёрски стремится помогать Турции, в том числе, когда речь идёт о природных катаклизмах и преодолении последствий стихийных бедствий. Сразу после февральского разрушительного землетрясения наша страна одной из первых направила в Турцию отряды спасателей и медицинский персонал. С той же оперативной мы откликнулись и на запрос о предоставлении российских самолётов «Амфибия» Б-200 для ликвидации лесных пожаров на Игейском побережье. И, конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности, ситуацию вокруг Украины. Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой «Черноморской инициативы» по вывозу зерна из украинских портов. Господин президент уделил этому значительное внимание. Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение, я имею в виду Россию вынудили, так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. Причём пока Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов. Но это не может быть терпимым дальше. Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках. Это я хотел бы подчеркнуть особо, чтобы на этот счёт не говорили. Цены на зерновые продолжают снижаться. Физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да, но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой. Не видим в этом ничего удивительного. Удивительно, потому что доля, скажем, Украины в мировом зерновом экспорте как была 5%, так и остаётся такой. А в нынешних условиях будет сокращаться. Запад, мягко говоря, нас обманывал насчёт гуманитарных целей Черноморской инициативы по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70%, хочу это подчеркнуть ещё раз, более 70% поступили в обеспеченные страны и прежде всего в страны Евросоюза. Тогда как на доли действительно нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь 3%, то есть это меньше 1 миллиона тонн. Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом ещё раз сказал господину президенту. И сделаем это сразу же, сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Со своей стороны, Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствия и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. В этих целях продолжили, в частности, организовать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны. Кстати говоря, мы близки к завершению договорённости с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз. Переговоры практически близки к завершению. В ближайшие пару-тройку недель поставка начнётся. В ходе переговоров обсудили также вопросы, касающиеся сирийского урегулирования. Мы очень ценим наше сотрудничество с Турецкой республикой на данном направлении. В частности, конструктивно взаимодействуем в рамках астанинского формата, на сегодняшний день наиболее эффективного механизма международных консультаций по сей. Важно, что мы разделяем базовые подходы к разрешению сирийского кризиса, такие как уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Понимаем, что для запуска полномасштабного восстановления этой страны необходимо достичь национального примирения и согласия. И исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей. При обмене мнениями по ситуации в Ливии подтверждена приверженность к комплексному урегулированию многолетнего кризиса в этой стране. На основе переговоров и поиска компромиссов, избегая вспышек насилия и не допуская распада ливийского государства. В целом, считаю, что состоявшаяся сверка часов по упомянутым и другим региональным сюжетам была весьма полезна. И в заключении хотел бы ещё раз выразить признательность президенту Турции господину Эрдогану за совместную работу, за содержательный и продуктивный диалог. Без сомнения, сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию российско-турецкого партнёрства во всех областях. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... 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 Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и сегодня уделял этому большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договорённость, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но затем Украина отправила их на свалку, просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось, поэтому мы ничего нового не воспринимаем. А что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем и о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств. Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении. Теперь, что касается возобновления этой зерновой сделки. Я уже об этом сказал, мне здесь вряд ли что-то удастся добавить. Мы изначально согласились в ней участвовать, в том числе и потому, что согласовали, опять же, при посредничестве президента Турции с Организацией Объединённых Наций, согласовали исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. После того, как сделка подошла к концу, а никаких обязательств в отношении России исполнено не было, нас попросили продлить её, наше участие в ней попросили продлить. Опять же, с обещанием немедленно всё исполнило. Мы продлили. Опять ничего никто не сделал. Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства. И, как водится, часто так бывает с нашими западными партнёрами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Ну, всё. Теперь мы говорим, мы не против этой сделки, мы готовы в неё немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания. Вот и всё. Вот сегодня исполнены обещания. В течение ближайших нескольких дней мы вернёмся в полном объёме, будем выполнять всё, что от нас хотят. Что же здесь добавить? Ну, если только добавить, что мы всегда договаривались о том, что вот эти коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия, не должны использоваться в военных целях. Но они, к сожалению, используются с другой стороны. Мы это видим. Так же, как и предпринимаются попытки атак на турецкий поток и на голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из портов, украинских портов, черноморских. Ну вот надо обо всём договориться, о том, что ничего подобного происходить дальше не будет, а обещания, данные России будут исполнены. Всё. Мы вернёмся. У нас здесь нет никаких проблем. Просто никаких проблем. У нас хорошее урожае будет в этом году. Где-то в прошлом году 158 миллионов тонн было. В этом году где-то 130 будет. Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне 60 миллионов. Дальше будет 60 миллионов тонн экспортный потенциал. Турция – наш большой партнёр. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой республики. И готовы вместе продвигать, ну вот как господин президент настаивает, и в черноморской инициативе вернуться, поставлять вместе с Турцией, с Катаром беднейшие страны. Ну и самостоятельно начнём сейчас беднейшим странам 25-50, поскольку 50 миллионов, да? От 25 до 50 миллионов тонн будем поставлять в шесть стран африканских бесплатно. Вот в… да, да, тысяч тонн будем поставлять бесплатно. Вот прямо в ближайшие дни. Мы готовы, хотим работать, работаем и будем работать по всем этим направлениям. Все, что-то сvor В этом году в Карадензе ТАХЛ коридору, в последние границы, 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 в Африка страны. ТАХЛ очень важно. Но если выйти из-за 44% в Европейской страны, то, конечно, Руси очень хорошо смотрит. Затем за 14% в Европейской страны в Европейской страны. В этом случае, из-за того, что мы можем это сделать, сделаем русскую страну, и в этом случае мы будем это продлить из филы. В этом снялым вопросов, даже мы не будем это продлить в 1 миллион тонах, мы будем это продлить. Мы все логистические работы с этим работаем, и мы готовы в этом направлении. Мы также должны быть в этом направлении. И мы сейчас, что мы здесь не будем виноваты, мы будем выводить, мы делаем эти тахлы, мы в фабрикации, мы публиковываемся, университет, фактически университет, мы и с этим продолжаем. Агентство Интерфакт, здравствуйте. У меня два вопроса. Один обоим президентам, уточняющий, вы сейчас говорили о вывозе зерна с участием Катара. Вот уточняющий вопрос, может ли этот вариант стать полноценной заменой, либо частичной заменой зерновой сделки, его механизму. И второй вопрос к господину Путину. Господин президент, сейчас многие источники сообщают о пробуксовке, в том числе западные источники, о пробуксовке украинского наступления. Вот в связи с этим вопрос, как вы оцениваете обстановку в зоне боевых действий и сохраняет ли Россия на этом фоне готовность к тем или иным переговорам для политико-дипломатического урегулирования ситуации? Что касается зерна, опять, если к нему вернуться, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и с Катаром, возможно, с Катаром, по поставке одного миллиона тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке. Там есть же ещё и Украина, у которой есть свои интересы. Мы это всё прекрасно понимаем и отдаём себе в этом отчёт. Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад. Это было бы, с нашей стороны, огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь. Что касается пробуксовки и контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Но хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся. И господин президент ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи. Я им это подтверждаю. Я им это подтверждаю. Россия, Тюркия, Катар, Катар ущельщины, как оказывается в отношениях. Так говорят, что мы всёмя вернеее. Я думаю, что мы fathers вернее этих трех лето отлетаем. Мы мы, как всегда, с нами, с нами, с нами. Спасибо вам. Спасибо большое. Продолжение следует...